Шустрые, веселые и любопытные. Белки всегда водились в Новочебоксарской роще. К сожалению, сейчас зверьков в лесу осталось немного. Сказывается антропогенное воздействие. Чтобы исправить ситуацию, гидроэнергетики по согласованию с природоохранными ведомствами решили снова заселить белок в рощу. Белка песенки поет, да и орешки все грызет, как и в сказке Пушкина. Здесь, в Ельниковской роще Новочебоксарска, все желающие могут понаблюдать за жизнью белочек. Сегодня 15 пушистых зверьков выпускают на волю. Густой мех, длинный пушистый хвост и яркие кисточки на ушах. Эти милые создания, а именно алтайские белки, пожалуй, самые крупные и красивые из всех сородичей. Трех зверьков, в том числе и беременную девочку, заселили в специальный вольер в зооуголке рощи. Остальных пушистых теперь можно встретить по всему парку. А приехали они к нам из столицы Татарстана. И чтобы в Чувашии зверьки чувствовали себя как дома, школьники и воспитанники детских садов своими руками смастерили 25 кормушек и около 70 белящих домиков. Раз горожане до этого поддерживали нашу идею по восстановлению популяции белок, то и сейчас они тоже будут заботиться о наших белках, подкармливать их, не обижать, не пугать собаками, громким криком. И я думаю, что нам удастся восстановить то золотое время, когда белок можно было запросто встретить на краю рощи, просто на тропинке на какой-то, покормить их с рук. Для Максима Федорова и его учителя Виталия Яковлева строительство домиков для животных занятие не новое. Два года назад они сооружали скворечники, а сейчас решили помочь белочкам. Кстати, именно их работы заняли призовые места в конкурсе «Белкин дом». Сложность была только строгать, а так все было легко. Работали мы часов 10. Я думаю, что мой домик понравится белочкам, и они с удовольствием будут в нем жить. Теперь, когда белочки обрели новый дом, пожалуй, появится много желающих прикармливать зверьков. Кстати, очень важно это делать правильно. Нельзя кормить миндальем, это вообще ни в коем случае. Потом нельзя кормить, ну, мы не кормим фундуком, потому что в каждом третьем фундуке фундуком с плесенью попадается. Если раскалывать, там лесной орех, есть плесень. Вот эта плесень, она убийственна для белки. Семечки, кедровые, грецкие орешки, яблоки и морковка – все это главные лакомства белочек. Этому угощению зверьки будут рады. Ну, а маленькие жители Новочебоксарска в восторге от самих пушистиков. Мне понравилось то, что они как бегают, такие милые. Мне понравилось то, что когда они выбегали, они по ногам пробегали иногда. Хотели бы тебе дома завести белок? Да. А что бы с ней делали? Играли, играли, играли. Видели, какие у нее большие когти и зубки? Не страшно? Нет! Особенно пустых хвост у них хороший. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.